В эфире новости спорта. Шорт-трек, скоростная гонка, 4 круга, 12 километров, отдыхать негде, только стопроцентная концентрация. Удмуртский гонщик Стас Антонов с самого старта вырвался вперед, однако после второго круга уступил представителю Петербурга Тимофею Иванову, который до самого финиша продолжал лидировать и не упустил победу. Доволен и собой, и трассой. Для сегодняшнего дня трасса вообще идеально подходила. Кросс-кантри, конечно, все равно длинных затяжных подъемов не хватает, как в Европе, а вот такая гонка, как сегодня, шорт-трек, она отлично вообще подходит. Организаторам спасибо, что организовали такой круг интересный. Ну скорость, скорость, скорость всегда. Я вот сегодня за гонку 30 минут один раз только воду попил. Постоянно атака, постоянно крутишь, концентрируешься, тормозишь переключение, все вот это. Стас Антонов тоже доволен результатом. С главной задачей быть в тройке лидеров справился. Планировал то, что так и держаться в лидерах, более-менее контролировать гонку. Затем чуть-чуть не хватило сил, дыхание как-то сбилось и на последнем кругу уже подустал. Догонял Сергея Николаевна, а Тимофей в этот момент уехал, получается. Впереди главный старт, чемпионат России в олимпийских видах в Архизе и удморская многодневка – отличный способ проверить, кто на что способен. Удморские гонщики готовы неплохо, учитывая все проблемы этого сезона, отмечают тренеры. Проехали хорошо. Лидеры проехали нормально. Тех, за кем мы следим, кто нам нужно принести медали, проехали достойно. Думаю, что еще до основного чемпионата время есть поправить ошибки и медали будут. Бронзовым призером первого этапа стал самарский гонщик Сергей Николаев. Среди девушек победу праздновала Кристина Ильина из Питера. Наши Анна Миролюбова и Алсу Фатахова четвертая и тринадцатая соответственно. Завершится многодневка 7 августа гонкой кросс-кантри. Еще вела новость. В Ижевске завершился розыгрыш наград многодневной гонки, которая проходила в рамках чемпионата страны. Ее победительницей стала питерская спортсменка Маргарита Сыроедова. Ее подруга по команде Ирина Иванова заняла второе место, а вот бронзовая награда досталась уроженке Удмуртии Ксении Дуюновой, с чем мы Ксению и поздравляем. Теперь подведем итоги выступления спортсменов Удмуртии на четвертом этапе страны по стендовой стрельбе. В ските наши юноши Денис Сырчин и Динар Ахметазиев заняли второе и четвертое места. В женской группе седьмой была Надежда Рикеева, а в смешанных парах на этой же строчке итогового протокола расположился наш дуэт в составе Алексея Седова и Анны Беляевой. Следующий этап пройдет в Петербурге в конце августа. А вот у конькобежцев сезон еще впереди, и к нему они усиленно готовятся, шлифуя технику на стадионе, а также наматывая километры в парках, на велосипеде, бегом. Ребята сейчас в спортивном лагере. На ногу встали и в упоре отсюда себя вытолкнули. Не просто, чтобы нога у вас выскочила, а именно в упорчике. 50 ребят самого разного возраста постигают премудрости своего вида. Тренировки разнообразные по два раза в день. К легкоатлетической подготовке на стадионе, а также работе на велосипеде и в тренажерном зале добавились занятия на роликовых коньках. Это одно из самых приближенных всех движений конькобежца – это вот на роликах. Когда нет у нас следа, мы все это отрабатываем, технику, именно самое приближенное – это на роликах. Встал на ролики, поначалу было непривычно, потом уже привык. Ступни болели поначалу очень сильно, но это из-за того, что асфальт, асфальт, как бы идет некий люфт. Ну вот. А так, в принципе, техника не особо отличается. И все это того стоит. Впереди зимний сезон, новые старты, зональные и всероссийские. И один из самых важных кубок страны в Коломне. Удачно выступить на этапах Кубка России и попасть в финал на Россию и выступить там достойно. Защитить честь Удмуртской республики. Понятно. У каждого спортсмена и своей задачей кто-то намерен выполнить юношеский или взрослый разряд, а кто-то, как лидеры юношеской сборной Удмуртии, Полина Фокина и Вячеслав Воробьев, стать кандидатами в мастера спорта. Хочу выполнить КМС на всех дистанциях. Там 500, 1000, 1500. Для меня цель желательно попасть на финал Кубка России в Коломну. Твои любимые дистанции все-таки какие? Я в основном спринтер. Люблю 500 метров, ну 100, ну 1000, 1500. Такие дистанции. Все, без исключения конькобежцы, выдерживают нагрузку, показывают хорошую физическую форму. И такой функциональный фундамент, заложенный в летнее время, уверены наставники, даст свои плоды в зимнем сезоне. Еще одна хорошая новость. С 10 по 16 августа фан-зоне парка имени Кирова пройдет первая в Удмуртии республиканская неделя спорта «Будь в движении» в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Любителей здорового и активного образа жизни ждет немало интересного. Мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления, встречи с известными спортсменами. В течение недели будут проходить на открытых площадках города Ижевска различные активности по йоге, по скандинавской ходьбе, по беговым видам спорта. И конечный праздник ждет нас на стадионе «Динамо», тогда, когда мы будем подводить итоги. Если вы помните, мы проводили такой онлайн-марафон, пока мы дома. Так и вот в рамках этого мероприятия мы ребятам молодежному этому движению предоставим возможность выставить свою площадку и подвести итоги по всем своим номинациям и видам спорта, которые у них проходили в течение вот этой недели. На этом все. Будьте здоровы, удачи и до встречи!